Всем привет, Уля! Мне наконец-то приехала посылка Сейсос. Вот она просто нереально огромная, а тут два пальто. Сейчас я это все буду мерить, потому что я так этого долго ждала. Пытаюсь ее раскрыть аккуратно, потому что одно из этих пальто нужно будет переносить. Ух ты, тут прям интересно. Большая. Спасибо. Одно из пальто придется вернуть, здесь вот есть как раз форма возврата. Мы все оставим. Тут есть еще пакет для возврата. Сейчас я вам буду мерить бежевая, потому что больше я, конечно, хочу... Больше я, конечно, хочу светлое пальто себе оставить. Очень надеюсь, что оно мне подойдет. Такое вскрыть. А вот тут... Скрываем. О, ну оно, кстати, классное. Я переживала, что может попасться такой материал типа ХБ, но он нет. Он должен быть даже, наверное, я надеюсь, непромокаемый. Ой, вот здесь вот, смотрите, здесь еще внутренняя... Ну, типа такая штучка. Типа дизайн. Эйсос размер европейский 42-й. Мы пинчина конечно же. Ого-го-го-го. Так, как это правильно сделать? Ага. Это застегивается вот таким образом. И можно еще сверху застегнуть молнию. То есть тут прям вообще, чтобы не продуло вообще никуда и ничто. Ого-го-го. Еще сверху можно... Вот так. Кстати, круто, что вот эта штука темная. Она не будет так пачкаться, как могла бы. Слушайте, класс. Оно прям такое длинное. Панто. Сейчас я поставлю камеру чуть-чуть подальше. Так. Так, надо чуть-чуть опустить. Вот, так должна быть с ногами видна. Слушайте, по-моему, круто выглядит. Здесь еще можно, как это, затянуть. И отличный будет. Прям суперский. Хотя, мне кажется, мне можно было бы взять и сорокового размера. Но... Хотя нет, тут скучная рука. Потому что сороковой размер был бы, наверное, коротковат. Надо сейчас посмотреть по сайту. И тут смотрите, что написано. Чтобы не отдирали вот эту бумажку. Потому что иначе они не примут возврат. Ну, видимо, чтобы не ходили в этом. Мне кажется, круто. Отлично. Сейчас еще померю второе. Но я думаю, что я вот эту все-таки оставлю. Потому что она мне нравится больше. Ну, сейчас поверим. Ну, сейчас поверим. Конечно же. Да, прямо на такого классного качества. Мне очень нравится. Так, едем дальше. Второе пальто. Оно тоже от парка. Но оно зеленое. И такое ощущение, что оно еще теплее. Оно из такого красивого зеленого цвета сделано. А внутри, как на аутентичных парках. Оранжевая внутрянка, как на пилотных куртках тоже оранжевая подкладка. Так, чтобы если случается крушение самолета и падает пилот, он мог вот таким образом вывернуть и как сигнальную использовать вещь, свою куртку. Так, тоже 42-й я взяла. Это Asos для высоких. Ух ты! Оно прям супер теплое. Прям вот на адскую московскую зиму. И оно еще длиннее. Так. Здесь тоже есть молния. Вот, заказала два классных пухана. И теперь буду мучиться, какой же оставить. Это сильно теплее и этот длиннее. А я сейчас знаю, что я сделаю. Я сейчас надену платье и посмотрю, с каким пальто платье лучше сможет. Понятно, что зеленое точно закрыто будет, но вот надо проверить, закроет ли его бежевое. Ну, оно прям очень крутое. Если бы я была в Москве, я бы взяла бы вот эту, вообще не раздумывая, потому что в Москве сильно холоднее может быть, чем в Европе. Так. Я надела платье. Так. Сейчас посмотрим, какая парка будет интереснее смотреться с платьем. Ну, это точно закрывает. В этой прям супер тепло. В этой прям хорошо. Вот так. Смотрим бежевую. И бежевая тоже закрывает. Ну, практически. Сейчас мы проверим. Чуть-чуть торчит, но мне кажется, это не критично. Сейчас я себя еще пофоткаю, потому что, на самом деле, хочется посмотреть. Чтобы приблизить послушайте. Я сейчас пересмотрела видео и поняла, что парка-то бежевая. Мне нравится больше. Она не настолько утепленная, как зеленая. Ну, и цвет бежевый я все-таки хочу. Но мне нужен на размер меньше. То есть мне сороковой нужен. Сорок второй прям велик даже на свитер, а на платье так вообще сильно. Ну, и с платьем не очень носить. С платьем все-таки лучше пальто носить. И по длинам лучше, и вообще. А вот размер, да. То есть я так долго ждала, и придется заказывать размер меньше. То есть я уже, получается, сорокового размера. Это, конечно, радует. Но, блин. Еще нужно мерить. В общем, целый день мы учились, учились, работали, работали. Сейчас сходили с ником в магазин, в мото-магазин. Мерили шлема. И, конечно же, выбор пал на самый дорогой шлем, который в исходнике стоит 900 евро. Ну, практически чуть меньше. А сейчас со скидкой 40% что-то типа 519 евро. Что-то в этом роде. Мне, как всегда, понравился шлем. Такой для мотороллера, для девочек. Такой прям стиль-стиль винтаж-винтаж. Вот. В общем, теперь план таков, что мы сейчас собираемся в конец миска. И в ближайшие несколько дней нужно будет еще походить, повыбирать, посмотреть шлемы. Ну, чтобы просто посмотреть, как на голове сидят разные модели шлемов. И потом уже, я думаю, выберите и купите такие. Потому что начнется как раз черная пятница, сезон распродаж. И можно будет по очень хорошим ценам. Ну, хотя и сейчас 50-40% в этом углу покупают сколько. Вот. Можно будет купить шлем. Супер крутой. Вот. А так, я сегодня, короче, пошла после расхламления очередного своего. Пошла на мусорку выкидывать мусор. И взялась за одну трампа, чтобы с ним прогуляться. Так это чудовище. Выскочил у меня. Я его придавила поводок ногой, чтобы двумя руками выкинуть мусор в мусорку. Так это, зараза, убежал. Он выскочил на проездную часть. Я за ним. Показалось ему. Пытаюсь от него убежать. Он за мной бежит, а потом обратно убегает. Короче, он у меня убежал. И когда я пыталась убежать от него, чтобы он побежал за мной поймать его, он видит, что я от него убегаю. Он подбегает ко мне на расстоянии двух метров. И потом убегает обратно. В итоге он выбежал на дорогу придурочный. Я побежала за ним. Машина там оттормозилась. Слава богу, его не задавило. Вот. Но я так впилилась внутри ботинок большими пальцами, что один ноготь я себе сломала, а на другом у меня синят. Может быть, к вечеру уже на обоих будет синяк. Не знаю. В общем, один ноготь сломан. В общем, короче, это был ужас и хошмар. Я так больше не пойду никогда мусор выкидывать вместе с собакой. Потому что это опасно. Травма опасна для меня и опасна для жизни для этого мохнатого чудовища. Вот. Так что сейчас мы в Мико. В прекрасном, красивом месте. И мы сейчас будем есть мясо. Что-то очень экстравагантное в этой витрине. И в оформлении. Лавочки на улице. Называется Мусмажа? Мусмая. Мусмая? Мой дом. А, мой дом. Только я был на руках обычно почему-то. Мой дом, потому что он какой-то немножечко ведьминский. Внутри там какие-то открыточки. Что-то там интересное. А напротив? Кукатава. Печеньки. В общем, мы гуляем по центру. После того, как наели стейков до отвала. Было очень вкусно. Мы попробовали бразильский уругвайский стейк, да? Да, по-моему, бразильский. Вроде как бразильский уругвайский стейки. Разница у них была в 8 евро. На вкус я не почувствовала разницы. В одном было чуть поменьше сока, в другом чуть побольше. Одного, как это, окорока? Нет. Одну животинку кормили. Овсом другую кормили травой. Но на вкус это, наверное, как вино. Нужны какие-то специальные рецепторы на языке, чтобы это почувствовать. Я что-то пока не въехала. В общем, для меня нет разницы. Просто зашли в Splendid Palace. Ты знаешь, что это такое? Серсеница. Что это такое вообще? Это кинотеатр. О, это кинотеатр? Прикольно. Красивый такой вход. Ну, видимо, да. Как иллюзион, наверное, такого же формата. Местная национальная опера. Большой театр в миниатюре прям. А напротив лови вперед клумба с какими-то странными кустами, которые как грибочки. А, они просто не посажены. Ну да, просто не посажены. Я думала, что это какое-то... Да, да, да. Интересный арт-дизайн. Центр Риги вот подсвечен. Выходишь только за исторический центр и все. Ни света, ни людей, ни в окнах света, ничего. Очень смотрится как в Детройте в фильме. Выживут только любовники. Аудюха с московскими дипломатическими номерами. Написано посольство Италии. Посольство Италии. То есть он в Италию, что ли, едет? Он принадлежит посольству Италии в Москве. А, принадлежит посольству Италии в Москве. Очень интересно. Идем в ворота. Написано «Стена городских укреплений». Что бы это ни значило. В общем, а мы идем к собору Петра. Смотреть его и искать памятник бременским музыкантам. 13-й лет. Нет, 13-й лет вот эти каменные штуки построили. Нормально. Святого Яна. Ну, как церковь, да? На самом деле это типа собор или монастырь. Такая большая достаточно коробка. Ну, против Святого Петра. Так, и Святого Яна плохо влезает в кадр. Очень близко. А вот Святого Петруси собор немножечко виден. Темновато, правда. Но видно. О! Вон там смотровая. А вот он памятник бременским музыкантам. Мы к вам заехали на час. Надо в другую сторону снимать. А тут тоже плохо видно. Но получше. Парадный вход Святого Петра. И там наверху смотровая башня в темноте. Плохо видно. Но здесь прям красивые такие эти скульптуры. Немного, конечно, как-то подразрушены слегка. Но тем не менее. Все равно. Интересно. Страшно. Зубы. Орж. 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 Ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Какой вкусный мячик. Да, тром? Ну-ка, ну-ка, да. До новых встреч!